Здравствуйте! Ремонт требует много времени и внимания. Это вопрос не быстрый и очень кропотливый. И нам, к сожалению, не всегда удается быть в него постоянно включенными. Какие-то вопросы мы считаем важными. К примеру, тщательно обдумываем дизайн-проект, выбираем ламинат или плитку. А какие-то вопросы попросту обходим стороной. Ну а что? Казалось бы, что такого сложного, чтобы выбрать и установить межкомнатные двери? Но не тут-то было. Одно ваше неверное решение может привести хоть и к мелким, но очень неприятным последствиям. К примеру, вы будете жить и думать, что в вашей квартире завелось привидение. Дверь будет самостоятельно то открываться, то закрываться. Или попросту она не впишется в общий дизайн вашего жилья. Ну проблема у меня такая. Дошел ремонт до установления межкомнатных дверей. Оказывается, я могла и разные размеры выбирать, и все остальное. А я заказала везде одинаковые. И взяла, например, в кухню очень маленькое расстояние. То есть, на 700-ку мы холодильник просто еле туда занесли. Ободрали косяки мне. В общем, все прекрасно. Теперь у меня есть всего лишь одна межкомнатная дверь. Это в кухню. Не того размера. И, естественно, она теперь уже поцарапана. А вдруг других просто дверные проемы. Вернее, и проем-то у одной двери нет. То есть, куда поставить наличники, нет места. Но и это еще не все возможные проблемы. О том, какими они могут быть, и самое главное, как их избежать, нам расскажет уже сегодня специалист этот номер в программе «Ремонт в деталях». Маргарита, здравствуйте. Здравствуйте, Олька. Вот тема нашей сегодняшней программы «Межкомнатные двери». Я думаю, многим кажется эта ситуация странной. Потому что с чего вдруг такому пустяковому вопросу посвящать целую передачу? А что вы об этом скажете? Ну, на самом деле, вопрос про межкомнатные двери все-таки кажется только вот таким простым на первый взгляд. Но все не так просто. Ведь если не подготовить правильно проект и не выбрать дверь нужную, то могут возникнуть некоторые проблемы. Мало выбрать качественную дверь, еще немаловажно ее правильно и грамотно установить. И именно поэтому этому вопросу все-таки стоит уделять много внимания. Маргарита, ну вот как архитектор, что вы скажете тогда по поводу вообще функционального значения межкомнатных дверей? Ольга, давайте лучше поговорим об этом предметно. Сейчас на объекте этот номер заканчивает как раз ремонт. И подошла стадия установки межкомнатных дверей. Давайте поднимемся, и я вам все покажу и расскажу уже на месте. Хорошее предложение, я согласна. Пойдемте. Вот, Ольга, как раз проект, о котором я говорила. Да, теперь понимаю, что это он. Да, это визуализации, на которых как раз отобразили, как будет выглядеть квартира после ремонта. Проект был выполнен как раз моими коллегами, архитекторами компании «Ты номер». И здесь прекрасно видно, какие будут установлены двери. В данной квартире у нас две межкомнатные двери. Первая ведет в санузел, и вторая в комнату. Функционально двери служат для зонирования пространства и перехода из одной зоны в другую. Также для создания уюта в помещении. И, ну, что, пожалуй, одно из самых важных, это скрытие комнат от ненужного взгляда. Это квартира в новостройке. Здесь не было межкомнатных перегородок, вот только санузел был отделен. Поэтому требовался дизайн-проект, чтобы разграничить пространство, ну и, конечно же, найти место для дверей. Вот у нас план с размерами, на котором я покажу, почему именно это место было выбрано. Да, почему? Пожалуй, надо начать с размеров дверей. Принято, что в санузел дверь устанавливается с полотом 600 мм. Вот у нас как раз санузел. 600 мм. На кухню 700 мм полотно. Так как мы не отделяем кухню, поэтому здесь нет перегородки. В комнаты дверь устанавливается с полотном 800 мм. А почему именно такие параметры? Ну, вот, например, санузел. В санузле лучше экономить это пространство, и в коридоре, в частности, тоже, потому что соединены как раз два места. Поэтому дверь ставится 600. И в санузел мы не приносим каких-то больших вещей, то есть такие, как мебель или бытовая техника. То есть получается 800 мм в спальню для того, чтобы, к примеру, пронести большущую кровать? Да. На кухню дверь ставится с полотном 700 мм для того, чтобы занести бытовую технику, например, холодильник. Но в 600 дверь он просто не пройдет. И также отмечу, что стандартная высота полотна – это 2 метра. Следующее правило – это что все двери должны открываться из меньшего пространства в большие. Так как, например, если маленький коридор и большая комната связываются с дверью, и дверь будет открываться в коридор, то, во-первых, можно ударить человека, который будет стоять там, да и просто функционально тоже не использовать пространство, потому что дверь просто будет мешать, ей требуется место для открывания. Также, например, в санузел – дверь обязательно должна открываться из санузла в коридор, так как здесь даже простое правило безопасности. Если человеку, который находится в санузле, вдруг стало плохо или он подскользнулся и упал, то дверь мы внутрь уже не откроем, так как он загородит собой пространство. Поэтому дверь должна открываться наружу. Есть еще правила, и, пожалуй, мы их рассмотрим на примере ошибок. Вот как раз о чем я говорила. Когда в санузел – дверь открывается вовнутрь. Также, если в одно помещение открываются две двери. Забавный случай, да? Толкнуться и пытаться понять, кто первый должен выйти. Либо так, либо если здесь кто-то будет находиться, то просто можем задеть его дверью. Вот ситуация со входом в спальню. Здесь просто про грамотное расположение двери, что мы заходим в спальню, и мы не видим сразу все помещение. И даже мы можем использовать функционально вот эту стену. Если мы заходим, как в неправильном варианте, заходим на кровать, также у нас, чтобы, например, пройти к шкафу или к окну, нам придется обойти кровать. Хотя здесь проход прямой. Ошибки очевидны. Или вот, например, это реальный проект. А помогите сориентироваться, пока не очень поняла. Здесь вот дверь. Так. И вот там проход в другую сторону. Ага, поняла. Дверь стоит прямо в углу. Угу. Как минимум, некуда поставить наличники. С этой стороны возможно, а здесь уже нет для них места. Опять же, полотно будет открываться либо в стену, и тогда может повредиться либо полотно, и ручка вот в двери, либо стена. Потому что мы ручкой все время будем дотрагиваться до стены. Если же дверь будет открываться в эту сторону, то мы функционально не используем пространство. Эти ошибки как раз характерны для вторичного жилья, так как в новостройке мы сами можем сделать проект, возвести стены и выбрать правильное место для установки дверей. Как же должна выглядеть, по идее, дверь в рамках дизайна? В первую очередь, дверь должна подходить под общую концепцию помещения и квартиры в целом. Также важно, чтобы дверь соответствовала плинтусу и карнизу, так как все-таки это единая составляющая стены, белый цвет, универсальный, и подходит, ну, пожалуй, под любое цветовое решение стен. Хорошо, но теперь остается один момент уточнить. По поводу времени установки. Я так понимаю, что это не просто, когда я хочу, а есть какие-то нормативы и в этом плане? Конечно. Межкомнатные двери устанавливаются в момент, когда покрашены стены, уложено напольное покрытие и проем готов к тому, чтобы установили межкомнатные двери. Ну, а почему бы не сделать наоборот? Когда будут устанавливаться наличники и само дверное полотно, то покрытие все-таки должно уже лежать, чтобы точно по высоте все отмерить, чтобы не было щелей, зазоров и точек неприятностей. Вот как раз, Ольга, мы можем здесь и посмотреть место, которое подготовлено для установки межкомнатной двери. Что будем с ним делать? Как будем смотреть? Мы его сейчас померим. Давайте. Готово следить. Да. Вот как раз можете обратить внимание, что у нас стены покрашены, ламинат уложен. Так. Вот у нас проем 910 миллиметров. Вы же говорили, что в спальне нужно 800-ку устанавливать. Да, верно подметили, но 800-ку это полотно. А 11 сантиметров оставлены для наличников, коробки, заборов, чтобы как раз все можно было установить. Теперь, я думаю, пришла пора мы познакомиться поближе с вашими партнерами. Я тогда отправляюсь к ним. К вам присоединюсь чуть позже. Я так понимаю, что скоро здесь все будет делать. Нам надо, правильно? Да. Отлично. Тогда с вами ненадолго прощаюсь. Но если у вас остались какие-то вопросы, задать вы их можете специалистам на сайте В первой части нашей программы мы разобрались в проблеме, связанной с установкой межкомнатных дверей. Теперь пришла пора узнать о разнообразии коллекций, дизайне, стилях, материалах, цене, наконец. Разобраться в этом вопросе мне помогут в компании «Волховец». Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга. Наталья. Очень приятно. Мне тоже. Наталья, расскажите, пожалуйста, нам и нашим телезрителям, каким образом вообще правильно выбирать дверь? С чего начинать? С удовольствием это сделаю. Но, конечно же, как правило, покупатели хотят видеть у себя гармоничный интерьер и стараются подобрать себе двери под цвет стен. При этом что же делать, если в разных помещениях стены разного цвета? Давайте посмотрим, что мы можем предложить. А как правило, в этом случае, если помещение с разными обойми, мы можем предложить либо двери древесных оттенков, либо какие-то светлые двери, которые прекрасно будут смотреться в интерьере. И при этом хочу вашим телезрителям дать такой лайфхак, как модно теперь говорить, что очень просто подобрать двери под цвет пола, потому что он, конечно же, будет одинаковый во всей квартире. Тогда я запуталась, под что в итоге подбираем? Под стены или под пол? У нас есть выбор. Даже третий момент, допустим, корпусная мебель. Если какая-то крупная мебель уже куплена, то можно ориентироваться на третьих важных факторов. Либо цвет стен, либо цвет пола, либо корпусная мебель. Ну и, конечно же, стиль интерьера. Как правило, наши покупатели хотят у себя видеть уже какой-то определенный стиль, и для их удобства мы разделили все наши коллекции на разные стили. Вот, например, наша коллекция «Тоскана» прекрасно демонстрирует все богатство и роскошь стиля классика. Здесь представлены натуральные материалы, массив бука, массив дуба. Именно в этой коллекции массив бука, которая прекрасно продемонстрирует статус и вкус владельца. Ну, конечно же, не все покупатели хотели бы видеть у себя такие полотна. Что-то хотелось бы более облегченного, и мы можем предложить им другое направление. Посмотрите, пожалуйста, коллекция «Эго» — это уже стиль неоклассика. И, конечно же, здесь мы тоже рады предложить нашим покупателям нашей коллекции. Обратите, пожалуйста, внимание, коллекции «Деко». Коллекции выполнены по новой технологии, технологии пантографирования. Посмотрите, как интересный рисунок. Да, наносится на полотно. То же самое коллекция «Линия». Это тоже современная коллекция. Супер, отличный выбор. Коллекции представлены в эмалевых цветоотделках, в холодных и теплых тонах, поэтому можно сделать акцент в интерьере, скажем, такой ультрасовременной или более такой уже мягкий, спокойный. Это современное направление. Хочу еще вам показать одну нашу уникальную коллекцию. Пройдемте сюда. Это коллекция «Планум», как все гениальное просто. Данная коллекция может выступать и как самостоятельное решение, и быть дополнением к абсолютно любой коллекции, представленной в нашем салоне. Ничего она такая высокая. Эти полотна позволяют, скажем, оформить такие высокие пространства, высокие проемы. Посмотрите, как прекрасно смотрится. И я хочу сказать, что чем выше вы заказываете полотно, тем зрительно выше смотрятся ваши потолки. Прекрасная коллекция «Планум». Здесь продемонстрирован дуб «Натур». Это трендовая такая цветоотделка. Подчеркнута вот вся красота природного материала. А другие расцветки есть этой двойной? Да. Уникальность этой коллекции как раз и заключается в том, что здесь мы предлагаем практически все материалы, с которыми работает фабрика. Только подумайте, 33 варианта цветоотделок. Это и натуральный шпон, это и эмали, ясенемалевые отделки и современное итальянское покрытие «Сиплекс». Хорошо, но это все более такое натуральное. А есть ли что-нибудь футуристичное, может быть, более современное? Еще более современное – это, наверное, направление дизайн. Все-таки двери являются таким завершающим акцентом в интерьере, при этом кому-то хочется сделать их, наоборот, отправной точкой. Для таких покупателей, которые хотели бы сделать у себя акцент в интерьере, наше направление – дизайн. Смотрите, пожалуйста, коллекция «Глосс Лайн», высокий глянец, уникальная технология создания классического глянца, когда мы получаем вот такие вот очень красивые эмалевые цветоотделки, опять-таки холодные, теплые тона, на любой вкус покупателя, можно предложить. Хорошо, красиво, но если места мало очень в квартире, какие варианты есть? Очень здорово, что вы об этом спросили. Давайте как раз посмотрим, какие решения мы можем предложить нашим покупателям, если у них площадь квартиры не позволяет поставить распашные двери. Например, можем предложить такой механизм, как дверь-книжка. Посмотрите. Ой, это прям для меня. Он компактно складывается по типу книжки на две половинки и, собственно, помогает как раз вот помещение, где недостаточно места, таким образом оформить. Вот обратите внимание, пожалуйста, раздвижная перегородка. То есть это возможность, допустим, сделать помещение между гостиной и коридором, с одной стороны, функционально разделить, с другой стороны, сделать каким-то таким более камерным, закрытым, если нам хочется уединиться. Когда вам хочется максимально использовать площадь своей квартиры, то здесь мы можем предложить также раздвижную дверь вдоль стены. Она может быть не только вдоль стены, она может быть также раздвижной дверью внутри проема. Хочу отметить, что в данном случае полотно крепится на специальный механизм и закрывается декоративным коробом. Все выглядит очень эстетично. Вот такие сложно сочиненные, скажем так, конструкции, раздвижная, распашная, книжка, вот эти все истории, значит ли это из-за своей сложности, что они гораздо дороже? То есть приходится ли за них больше платить? Оль, вопрос цены, конечно же, важен. И поэтому здесь нашим покупателям мы предлагаем выбор. Вот сейчас мы с вами стоим у самой доступной системы. То есть раздвижная дверь вдоль стены, внутри проема, это, пожалуй, самый такой альтернативный вариант после классических распашных дверей. Далее по стоимости идут раздвижные перегородки. Мы их с вами видели. Там цена уже будет зависеть от габаритов перегородки. Еще у нас есть такое решение, которое мы с вами не увидели, но о котором хотелось бы упомянуть. Это двери в пенал. Это стадия чернового ремонта, поэтому здесь очень важно заранее подумать, как бы вам хотелось поработать с эргономикой своего пространства. Потому что дверь уходит в пенал, и мы формируем такую фальш-стену, можно сказать. А это каким образом уходит в пенал? То есть в стену уезжает, скажем так? Ну, практически. То есть в проеме мы ставим металлическую конструкцию, обшиваем ее двумя листами гипсокартона, и затем уже декорируем, как нам нравится. Обои, покраска, ну, все, что пожелает покупатель. И получаем, собственно, да, вот ту самую потайную дверь, наверное, как мечтали мы все в детстве, чтобы было куда спрятаться. Теперь мне интересно очень увидеть дверь Т-номер, потому что я много о ней слышала. Я знаю, что компания Т-номер ориентируется именно на этот вариант и считает его, ну, таким, самым, скажем так, самой золотой серединой по цене-качеству. И хочется узнать ваше мнение по поводу нее. С удовольствием вам ее покажу. Давайте посмотрим. Она как раз у нас здесь рядом. Оль, хочу представить вам нашу коллекцию Галант. Это коллекция, которая прожила уже большую жизнь и на сегодняшний день остается очень востребованной. А все почему? Потому что коллекция у нас представлена в различных материалах. В коллекции есть и глухие, и остекленные полотна. Вот, обратите, пожалуйста, внимание. По поводу материалов. Если это полотно у нас выполнено в эмали, то вот это полотно и это выполнено в современном итальянском покрытии Сиплекс. Компания наша, Волховец, имеет высокие компетенции при работе с искусственными материалами. И буквально с нескольких шагов можно подумать, что это эмаль, при этом искусственный материал, а вот это можно подумать, что даже шпон. При этом это все тот же искусственный материал Сиплекс, за которым очень легко ухаживать. Что здесь внутри? Насколько это надежная дверь? Насколько она устойчива? Разные производители делают двери по-разному. Если мы говорим о коллекции Галан, то выполнена она по подетальной технологии. То есть каждая деталь выполняется отдельно, и потом это все собирается в единое полотно. В основе хвойный массив сосны. Из него собирается вот такой вот каркас. И филенки в данном случае выполнены из МДФ и облицованы шпоном. Но если говорить о фурнитуре, вот те же самые петли, про которые вы сейчас сказали, я так понимаю, основная нагрузка идет на них, правильно? Вот насколько они устойчивы, насколько они могут действительно такой большой вес выдерживать со временем? Ольга, что касается фурнитуры, то здесь мы используем только проверенную фурнитуру от европейских производителей. И, конечно же, нагрузка равномерно распределяется в зависимости от высоты полотна. Поэтому можно быть абсолютно спокойным, что с полотном ничего не произойдет, оно будет иметь ту же самую форму, прослужить долгое-долгое время. А сколько должна служить хорошая дверь и какая на нее может быть гарантия? Мы даем гарантию 3 года на нашу продукцию. При этом по статистике, как правило, двери меняют раз в 10 лет. Спасибо вам большое. А я тем временем отправлюсь посмотреть, как уже установлена дверь на объекте Т-номер, дверь от вашей компании. Отлично, Ольга. Спасибо, что зашли к нам в гости. Будем рады видеть вас, ваших близких и знакомых среди наших покупателей. И наших телезрителей. И наших телезрителей. До свидания. Маргарита, я даже не узнаю, это та ли квартира вообще, вообще другое дело, конечно. Что тут без меня происходило? Расскажите, какие были этапы работы? Ну, в первую очередь собрали короб, подрезали снизу, так как остальное уже подготовил завод. Затем установили короб в проем, выровняли стойки по уровню, затем прикрутили петли и навесили полотно, затем запенили, установили наличники, доборы, и затем фурнитура. Это ручка и замок. То есть все прошло в штатном режиме? Да. Можем ли мы тогда надеяться, что с этой дверью проблем в будущем вообще не будет? Ну, для того, чтобы хозяева были точно уверены, что все прошло идеально, у нас в компании есть отдел контроля качества. И сейчас мой коллега как раз принимает выполненные работы. Олег. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга. Олег. Сейчас Олег вам объяснит и наглядно покажет, как принимаются работы. А я к вам вернусь позже. Спасибо большое. Очень интересно. Расскажите, вот научите на бытовом уровне вообще, как действительно принять выполненную работу по установке межкомнатной двери. Прежде всего, дверь проверяется визуально. То есть, как она установлена. Сейчас проверим. Сначала с помощью уровня. Наш знакомый аппарат, который мы всегда проверяем. Дверь. То есть, я вижу, что вот красная линия совпадает с коробкой. Совпадает. Это хорошо или плохо? Это хорошо. Значит, дверь установлена правильно. Можно проверить дверь на открывание. Она должна открываться мягко, без каких-нибудь задиров, зажимов, всевозможных затертостей. Ух ты, слушайте, какой замок интересный здесь. Да, там стоит магнитный фиксатор. Проверяем на открывание. Для открытия двери смотрим, останавливается она в одной точке или не останавливается. Здесь вы видите, какую точку... Остановилась. Проводим дальше. Она также остановилась. Соответственно, дверь стоит пробовой. То есть, если был бы уклон, она бы автоматически открывалась. В ту или другую сторону. Но также мы можем обратить внимание на наличники, как заезаны углы. Здесь они заезаны хорошо, ровно под 45 градусов. Мы проверили основные все параметры проверки двери. Дверь установлена правильно. Я заношу оценку «отлично». Свой чек-лист. Уверь, что клиент будет доволен. И у заказчика не возникнет проблем с этой дверью. Здорово. Спасибо большое. Маргарита, вы вернулись. Олег, спасибо. Очень все наглядно. Теперь, мне кажется, я сама уговору в этом вопросе. Хотел лучше буду обращаться к вам. Спасибо большое. Спасибо вам. До свидания. Маргарита, вот наш разговор с вами еще не закончился. Олег сказал о том, что у клиента не будет проблем с этой дверью. Но вот чтобы их точно не было, стоит, мне кажется, только разобраться в том, как за ней ухаживать. Но на самом деле особых советов по уходу за дверью нет. Достаточно поддерживать влажность 50-70%. Ну, это и для людей такая влажность комфортна. Если вдруг дверь испачкалась, например, забежала собака с улицы, отряхнулась рядом, или ребенок что-то нарисовал, то лучше сразу протереть, так как материал имеет свойство впитывать. Лучше не использовать жесткие моющие средства, а выбирать специальные по уходу за мебелью. Маргарита, спасибо вам огромное. Как и наши телезрители, думаю, я тоже теперь понимаю, что межкомнатная дверь – это такой важный достаточно нюанс, который не стоит обходить стороной, потому что можно долго-долго проектировать, думать, цвет стен, пол, но одной дверью все испортить. Приходите к нам в Т-номер, заказывайте дизайн-проект, который, кстати, бесплатный при заказе ремонта. Мы грамотно распланируем вашу квартиру, установим дверь, и вы будете пользоваться ей с удовольствием. Спасибо вам огромное за опыт. Сегодня мы разобрали с вами в деталях такую тему, как межкомнатные двери. И вот какие выводы я сделала. Первое. Планируя установку двери, тщательно обдумайте ее место расположения с учетом открывания, расстановки мебели и расположения других дверей. Второе. Современный рынок межкомнатных дверей предлагает обилие выбора, в том числе и по дизайну. Уделите этому время, ознакомьтесь со всеми вариантами, и тогда ваша дверь гармонично впишется в общее стилистическое решение. Ну и третье. Самое главное. Ищите профессионалов, которые подойдут к вопросу планировки, выбора и установки межкомнатной двери со знанием дела. Кстати, сделать это можно на нашем сайте tnomer.ru. Там же вы можете задать любые вопросы о ремонте во всех его деталях. Ну а на сегодня все. С вами была Ольга Шилова. Легко вам ремонта, настоящих профессионалов и удовольствия от полученного результата. Увидимся снова.